Чем образование в Китае отличается от российского образования? В первую очередь то, что и где начинается расхождение вообще в образовании, в культуре, в традициях и тому подобное, на стадии образования. То есть что такое китайский язык? Китайский язык это набор символики. Причем символики рисованы. Соответственно, чтобы человеку, ребенку запомнить вот этот набор рисунков, то есть это все укладывают у них в голове. То есть рисунки, 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 рисунки. У нас же система образования логическая. То есть у нас алфавит логический, у нас все построено на логике на самом деле, наше образование. Япония в свое время, когда она в начале 40-х, до 50-х, она отказалась от китайского алфавита и сделала тоже логическую, то есть разразбила китайский алфавит на символы и ввела в себя в буквы. Соответственно, после того, как японцы ввели, у них прогресс вот этого вот, ну сколько у нас тут, товаров японских, и там был бум производства и прочее, прочее, прочее. Это если сравнивать так, логически немножко рассуждать. Я еще раз говорю, я привожу свое мнение о Китае, то есть никак не научное там еще что-то. Я высказываю то, что я видел, то, что я знаю, то, что я сталкивался в общении с китайцами, то, что китайцы сами рассказывали про себя, про вот это вот образование китайское, с картинками и прочее. Логическое от не логическими. У китайцев визуальное мышление. То есть китаец в голове себе представляет, у него рисуется картинка какая-то. Если мы логически к чему-то приходим, то у китайцев нет этого. Они видят какую-то картинку, если какая-то деталь картинки не совпадает с их другими картинками, соответственно, он этого не понимает. И, как говорят китайцы, то, чего по-китайски не надо, то того нет на самом деле. И вот проще китайцу что-то нарисовать на бумаге, чем писать ему или что-то объяснять. Пока у него вот картинка в голове не нарисуется, то есть, соответственно, он тебя не поймет. В это отличается еще. То есть у них мышление визуальное, у нас мышление логическое. Соответственно, вот до этого этапа уже начинается восхождение. Что еще такого вот в этом визуальном мышлении? Ну, как китайцы делают, допустим, он идет по дороге, едет машина. Он отвернулся, все, ему не страшно. Ему действительно не страшно эмоционально, они не боятся этого. То есть, если наш человек видит, что машина, он начинает там нули, с какой скоростью она едет, с какой скоростью еще чего-то, то он отвернулся все же. Это уже не страшно. Соответственно, когда вот водители китайские, я с 2005 года водил машину в Китае, то есть, если он едет, то он будет ехать до конца. То есть, он знает, что он нарисовал себе в голове картинку, что ему надо ехать здесь, повернуть там, повернуть там, и он будет так и ехать. То есть, несмотря на то, что другие машины там едут, несмотря вообще ни на что, он будет ехать ровно по своей схеме, которую он нарисовал в голове. Будут сигналить постоянно. Да, и будет сигналить постоянно, да. Если ты чем проще по сигналу, тем кто-то правее. То есть, моргание форами, у них наоборот, он моргает, я тебе не уступлю, все. Мы моргаем, типа, проезжай, а он моргает, я тебе не уступлю. Я тебя вижу, но тебе не уступлю, все. И будет перейд. Самым вот тоже вот такой вот, такие вот, несладушки, психологии, наверное, и в общении, и такие вот интересные вещи. Что еще интересного из такого из китайского? А, когда наши, допустим, в школах учат учеников, у нас стараются, как бы, сильных учеников там подтягивать, подтягивать и подтянуть весь класс до сильного ученика. В Китае все наоборот. Есть слабый ученик, пока не зазублят до вот этого слабого ученика, дальше так теми не переходят. То есть, все сидят и начинают зубрить какие-то вот символы, там, математику, что-то, пока самый последний не перешагнет, вот этот вот этап. Соответственно, китайские дети очень милые, с ними, они даже, когда общаются, они очень хорошо общаются, то есть, они быстро усваивают английский язык, но как только начинают они учить их родной традиционный китайский язык, прогресс сразу вниз уходит. То есть, китайские дети становятся вообще, ну, что-то с ними, даже какую-то задачку элементарную, логическую, они не могут решить пока, потому что, ну, у них нет картинки в этой голове, не складывается это. А так, в принципе, вот так до 8-9 лет учителя даже, вот английского языка говорят, ну, вообще милые дети. Ну, вырастают уже с ними, ну, черт и черт, в конечном итоге. Не способны сложить один, там, плюс один, в конечном итоге, и что-то вот там построить какую-то логическую цепочку. Накладывается, опять же, язык, то, что там грамматика примитивная. Накладывается язык, грамматика, да. То есть, я сталкивался с тем, что, допустим, менеджеры компаний не могут написать что-то на том же, на своем родном языке, какие-то вот определенные названия какие-то, да, из-за супы. Виталий, а вот вопрос, как думаешь, что так влияет на вот этот образ их мышления? Это вот ихнее письмо, то, что они символами пишут, или это просто менталитет? Нет, это не менталитет, это забивается уже в ребенке, когда они начинают учить свои слова. Русские дети, русские дети в Китае сначала начинают говорить на китайском языке, потому что он проще, короче, слова и тому подобное. Пока они не сталкиваются с письмом. И начинают, ну, с заучиванием вот этих вот символов, потому что каждый символ – это отдельное слово, фактически, либо отдельное предложение. То есть, машина – это движущаяся телека, все. Она двумя аэрографиями пишется «движущаяся телека». Как вот у них еще в старинные времена назвали это «движущаяся телека», и так она и есть «движущаяся телека». Опять же, ну, детям проще там «ма-ма-ма». Все, я вот сейчас сказал три разных слова. «Лошадь», «мама» и «кошка». «Ма-ма-ма». Все, вот. Тоже заслуг. Три тональности, да. Ну, у вьетнамцев шесть тональностей. У гонконговцев четыре тональности. То есть гонконгский язык, то есть гуандун и гонконг, они немножко отличаются. Самые не музыкальные – это корейцы. Самые не музыкальные, да. Ну, они же пойдут, вон у них герки пляшут там. «Мой-у-у-у-у-у-у-у». Нет, я недавно слышал вьетнамскую песенку, там еще хуже. А насчет образования еще вопроса. Вот то, что они там ездят учиться, уже студенты в ДВФУ. В ДВФУ. Сейчас там еще открылось МГУ в Шэньчжэнь. МГУ, да. Представительство. То есть как у них это совпадает с нашей системой обучения? Я был на открытии МГУ московского, потому что я представлял город Шэньчжэнь и представлял как председатель русского круга города Шэньчжэнь. То есть они обратились к нам по причине того, что они не могут набрать себе учеников в МГУ китайской, в городе Шэньчжэнь, по причине того, что у учеников очень низкий проходной балл у всех. То есть все, кто поехал в Москву поступать и не поступил, они вернулись сюда, максимум проходной балл 2-3 был в МГУ китайских. И поэтому они взяли просто всех, кто хоть как-то хотя бы говорил на английском или немножко на русском. Опять же столкнулись с тем, что набрали преподавательность Москвы, все говорят по-русски, китайцы не могут говорить по-русски в данном случае. Поэтому, когда я уезжал в 2018 году, открывали очень много русских школ, и они обратились, типа, вы учите детей, там приходят же и детей в миксах семей, типа, давайте к нам в МГУ их всех подгоняйте, а мы их будем учить дальше. Еще вопросы есть по образованию? Сейчас еще, секунду, я добавлю. Как сами говорят китайцы, умных отправили учить английский, остальных русский. То есть, у них была целенаправленная программа, которая отправляла умных детей учить английский язык. И, соответственно, образование оплачивалось за счет государства. И это на самом деле так. То есть, я старался не работать с китайцами, которые знают русский язык, старался работать только с китайцами, которые знают английский язык. Как только китайцы начинают учить русский язык, начинаются проблемы. Это хитрость, это вот уже начинается вот такое вот русское логическое мышление, и начинается вот так вот. Вообще невозможно с ними работать. Так, мелочь, что-то, да, но что-то глобальное делать, все. Я брал только англоговорящих. Четырех вопросов. Вопрос то, что, не знаю, может у меня старая информация, то, что в Китае есть бесплатное образование до какого-то года, а потом оно идет платно автоматически. Да. Три класса, по-моему, бесплатно? Нет, не три класса, до шестого класса. А, да что вы. Даже можно доучиться до одиннадцатого класса, до двенадцатого, там, двенадцатилетний системы образования. Равные школы. Есть сразу же школы, которые государственные, а есть школы, которые частные. На обязательно шесть классов. Обязательно шесть классов. Ну, да, так хочу много добавить, я действительно сидела в языке, именно в языке. Вот мы говорим по-русски, мы русские люди, потому что говорим по-русски. У нас образ мышления русский. В Китае... Нет, у нас не образ мышления, у нас язык заточен под логику. У них язык заточен под визуальное мышление. То есть, если в его жизни никогда этой картинки не было, то он просто не понимает тебя и вообще он не может сопоставить. Поэтому у них очень развита копирайт. Ну, я, да, как инженер, тоже трончик, вот я так вот тоже думал, почему же не могут скопировать военный самолет? Они его копируют, но он не летает, сверхзук переходит, он рассыпается. Вот так и самолет сверхзук переходит. Вот такой пример. Я понял. Пример такой. Обратились русские. Говорят, вот китайцы у нас купили два насоса, каких-то там супер навороченных, новых, и пропали. Я говорю, ну что пропали-то? Ну, говорят, обещали нам контракты там. Я говорю, ну вот смотрите, теперь один станок, они разобрали, второй станок оставили как тестовый экземпляр, на котором испытывают. Начали крепать ваши насосы уже вон под каким-то брендом они продаются. Все. То есть, приходишь, допустим, я как-то ходил на авторынок, пришел, так вот полочка сзади в машине багажная, я говорю, а вот этот пазик это что? А мы не знаем, так было. Хорошо было, так было, так все-таки что здесь? Мы не знаем. Ну, так вот было. Так было там, где мы копировали. Это был, что-то, X5, по-моему, копия, что-то такого. Еще вопросы про образование есть? Ну, там же у них еще, так как Азия, особенно специфика образования, что тебе сначала показывают что-то, и ты смотришь, что ты не можешь никак участвовать. Там проходит время, и мастер, так сказать, или учитель видит, что ученик все-таки начинает что-то прорастать, он дает ему примитивную работу, а потом уже, когда проходит соревновательное, то, что ученик хочет на то же место, как и мастер быть, там идет это, какое-нибудь, испытание. У меня сын учился там, в пятом классе, в китайской оборудовательной школе, без, с минимумом английского языка, чисто китайской. Я бы не сказал так. То есть, он говорил, что да, их там бьют. То есть, прямо учитель ходит с лидейкой, бил по рукам, кто не справлялся. Но, опять же, если кто-то не справлялся, все тянули в обратную сторону. Ну, и так как у меня там, я открыл как учредитель для русских детей, прозывательного центра тоже, соответственно, ну, все приходят тоже, общаешься с родителями, общаешься, все дети русские учатся обязательно в китайской школе, потому что международную школу, чтобы покинуть, ту же английскую школу, там, надо отдать 35-40 тысяч долларов в год. Только на вот это вот самое. Поэтому все учатся в китайских школах. Сейчас уже с 2018 года запретили иностранным детям учиться в государственных школах. Те, кто учился, их оставили, а новых перестали набирать. То есть, пошла вот такая тенденция выдавливания потихонечку иностранцев из Китая. Но она началась еще в 2015 году, когда китайцы объявили, что во всем Китае виноваты иностранцы. Поэтому и это было в официальной газете компартии написано, несколько статей о том, что вот и потихонечку эта тема развивалась, развивалась. Соответственно, с 2015 года пошли визовые проблемы, стали ужесточать требования, стали ужесточать очень многие вещи. И многие семьи, опять же, поднялась очень сильно стоимость образования, и многие семьи, правильно, целиком, которые жили в Китае по 15, по 20 лет, стали уезжать из Китая, потому что невозможно просто жить в Китае. А там еще получается логически доказать, что если учитель не бьет, а опускает уровень образования всех, даже отличников, до самого последнего, не коперируются ли ученики и бьют того, кто их тормозит? Не бьет. Потому что в классах иногда учатся дети, которые просто сидят в классе, он принят в подушку, положил голову на подушку и вот. Главное, заучить и ролика. Математика немножко другая. У нас по 3 символа, у них считается по 4 символа. Соответственно, там счет немножко другой. А, эти 10 тысяч, которые... Ну, япония такая же штука. Ну, они переняли... Ну, древние иероглифы японцы. Да, иероглифы. Они могут читать, то есть, китайцы понимают японские иероглифы, и японцы понимают китайские иероглифы, корейцы тоже понимают. Поэтому японские строители, ну, прорабы берут китайцев, потому что их не надо учесть и ролика. Не надо, да. Иероглифы написал, они понимают. Ну, не все понимают, конечно. Я, честно скажу, я пытался учить китайский язык, но у меня всегда были переводчики. Я как бы остановился на уровне поесть я могу объяснить. Было в как раздельце, где тоже я могу объяснить. Технические кое-какие и я тоже знаю, потому что я бы приходил общаться с инженерами часто, но у меня не сложилось отношение с китайским языком. Там, наверное, скажем, что не сложилось, что 3000 иероглифов. А значит, что... Читать газету. 3000 иероглифов, да. Да, даже не больше. 3500. 3500. Нет, это образованный человек. У нас вот молодежь назады-то двинули, а взрослые мужики сидят там умничают в первых летах. не умничают вопросы задают. Да. Про читайских студентов, которые тут друг ку говорили, ну, как у кайорских стремится, где в Китае учиться? Стабильно, спокойно. Нет вот этих социальных пряг, как здесь. Опять же, получить образование китайского языка. Хотя, вот, если честно, я вам сразу скажу, люди, с которыми начинают учить китайский язык, я встречал бизнесменов, знающих китайский язык, которые именно бизнесмены, очень мало. В основном остаются на уровне переводчика. То есть, они скатываются от логического мышления до визуального мышления, и у них отсутствует, начинает отсутствовать, как так сказать правильно, смекалка, наверное. Перестает отсутствовать такность смекалка. То есть, они просто проводники чужих мыслей, чужих слов. То есть, им что-то даешь, вот, дальше этих рамок они не выйдут. Карманные переводчики. Карманные переводчики, да. Ну, а вообще, разве китайские дипломы не ценятся больше, чем наши в мировом, так сказать... Китайские дипломы ценятся. Больше. Не, ну, не значит, совсем. Одна из причин, да. Но одна из причин, это выучить китайский язык, на самом деле. Все думают, что Китай поработит мир, в конечном итоге это станет одним из основных языков, хотя, на самом деле, это не так.